Лауреат государственной премии, народный артист России Игорь Бутман с удовольствием откликнулся на просьбу сочинского ротари-клуба сыграть в благотворительном концерте вместе с музыкантами фестиваля Акваджаз. Иногда требуется немного, чтобы сделать хорошие дела, поэтому сегодняшний объединяющий такой джаз и благотворительность мероприятия, оно очень-очень хорошее, поэтому пришли столько музыкантов, которые готовы поиграть ради удовольствия и ради хорошего доброго дела. Музыкальный джемсейшн собрал около 200 зрителей. Каждый заранее знал о цели благотворительного проекта – поддержать фестиваль культуры и спорта Пара-Арт, а вместе с ним ветеранов спорта и людей с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. На сегодняшний день это одно из больших и интересных событий уже для России и также известен за рубежом. Фестиваль направлен на социальную адаптацию лиц, имеющих инвалидность. Участники соревнуются в различных дисциплинах, рисуют, поют, танцуют, играют в спектаклях. Пятый юбилейный Пара-Арт пройдет в Сочи в конце сентября. Спасибо огромное всем, что пришли, что поддерживаете нас. Фестиваль Пара-Арт на самом деле очень значимое, очень интересное событие, которое объединяет людей с инвалидностью буквально со всей страны. К нам едут люди из Сахалина, с Нижнего Новгорода, с Москвы. Пара-Арт – особо значимый социальный проект для нашего города, в котором создана безбарьерная среда. Проведение фестиваля поддерживает управление культуры, спорта, администрации города, бизнесмены и общественные организации. Администрация города Сочи благодарит Ротари-клуб за фантастическое милосердие, за открытое сердце, за искренность и за очень интересные и важные проекты, которые сегодня происходят благодаря этой организации в нашем городе. Программа юбилейного фестиваля Пара-Арт обещает быть интересной и разнообразной. Пройдут семинары по социальному предпринимательству, мастер-классы, позволяющие приобрести профессию. В свою очередь художники-граффитисты готовят свой сюрприз для Сочи и всех горожан. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».